Поэтому я старался и где только уж очень расходиться с немецким, дать немецкий, и по возможности Холодковского, и очень многое, и другие замечания, когда вы прочтете, все-таки я это учитываю. Валерий Николаевич, мы еще потом поговорим, когда вы дочитаете до конца. Теперь я, поскольку нет времени, коротко скажу то, что нельзя не сказать, это мой долг. Я вырос на Колыме, хоть родился в Одессе, но в Одессе тоже, тут многие знают, присутствующие, в Одессе не просто в Одессе, вот лежал и на пляже родился, я родился в Одессе, в Белесы и Метельме. Но детство прошло на Колыме, 500 километров от Магадана. Для меня вдруг открытие того, что там присутствует Варлам Шаламов, чрезвычайно важное. То, что в Фаусте, в Гёте, я увидел Колыму, это Шаламов, я сначала по его глазам, думаю, мне уже, ну кажется, ты уже выдаешься. Да, я тогда беру, ну вот, я, значит, вот, смотри, несколько стров, вот вам, я читаю, это Фауст Гёте, да, значит, 5-й акт, лемуры роют могилу для Фауста. Мефистофин, эй, эй, сюда скорее, сюда народ понурый, из жилы связок и костей скрайонные лемуры, я вам работу дам одну, между вами рослый самый, пускай растянется в длину, по нём и ройте яму, один из лемурок копает землю, я сплю в постелях мертвецов и вижу сны, как в детстве, мне всё равно, в конце концов, в каком мне жить соседстве. Дала мне старость по горбу, и в яму я свалился, и вылетело всё в трубу, в гробу я очутился, и без одежды, без белья, костлявой ногой, ложусь в могилу эту я, поскольку нет другой. Так вот, я не буду морочить голову о тех книгах, я вам скажу сразу, что этот текст не от Пастернака, здесь перемешаны строфы Пастернака и Варлама Шаламова. Это один текст. Я открываю опять жизнь Пастернака и вдруг вижу, что когда он в очередной раз дорабатывает, ему возвращает, 52-й год, перед ним на столе, на рабочем столе лежат две колымские тетради Шаламова, испещренные. И сама Наталья Иванова, которую я много цитирую, обращаясь к ней как оппоненту здесь, я с ней согласен, она говорит, при всей любви Шаламову к Пастернаку влияние, как на поэта казал Шаламов, на Пастернака больше. Здесь это видно, тут очень интересно. Вообще за этим, я не стал, чтобы не превращать это, это другая литература, есть ее много и в этом магазине, и в других, треугольника Шаламов, Пастернака и Винская. Все, наверное, знают о том, что в 30-е годы был роман у Ивинской Шаламову, а потом почти 20 лет Шаламова держала на плаву, в жизни поддерживала только две любви. Любовь к Ольге Ивинской, которой он писал все время стихи, и любовь к поэту Пастернаку. Вот, как видите, все завязывается. И эти стихи, которые лежали в две тетради на столе, привезла ему Ивинская. Она привезла к нему, приехала за ними к Шаламову, и у Шаламова после этого стихи, когда Ивинская уезжает, это 52-й год. «Ты, Шаламов, ты не застегивай крючков, не торопись дорогу, кружки расширенных зрачков сужая по нему». Дальше, там море интересного. Ну вот, присутствие Шаламова.